12 июня день России. Это один из самых молодых государственных праздников. Именно в этот день была принята декларация о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции и ее законов. Тогда же нашей стране было дано новое название – Российская Федерация. Накануне этого праздника принято чествовать трудовые коллективы, представители гражданского общества, простых граждан, которые отдают все свои силы на благо Отечества. В Верхневолже в преддверии Дня России губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области. Тему продолжит наш корреспондент. Открывая церемонию ко всем собравшимся, с приветственным словом обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона отметил, что государственный праздник олицетворяет тысячелетний исторический путь нашего Отечества, заслуги в его развитии многих поколений граждан, чьим трудом, волей и мужеством создавалась и крепла Россия. Сегодня высокие государственные награды будут вручены трудовым коллективам и жителям Тверской области, которые отдают все силы на благо нашего Отечества. Те, кто сегодня выражает свою любовь к Родине в ежедневном самоотверженном труде. Почетным знаком Российской Федерации за успехи в труде награжден коллектив Тверского вагона строительного завода. Единственного в России предприятия по созданию различных типов пассажирских вагонов. Сейчас на заводе работает более 9 тысяч человек. Это подведение итогов, определенный этап деятельности трудового коллектива. Я вижу, что в своей стране это таким авансом для того, чтобы дальше развиваться, развивать завод, развивать наш регион. Это очень почетно для нас. Медали Луки Крымского удостоена главная врач детской областной клинической больницы Анна Зайцева. Во время пандемии коронавируса в медицинском учреждении был открыт инфекционный госпиталь для взрослых. Поэтому полученная награда, как отметила Анна Зайцева, это заслуга всего коллектива. Когда сложилась вот эта вся эпидемиологическая обстановка и когда потребовались рабочие руки для того, чтобы оказывать помощь нашим пациентам с новой коронавирусной инфекцией, мы сделали все для того, чтобы стать плечом к плечу с нашими коллегами из взрослых больниц. Как известно, СМИ уже давно называют четвертой властью. И сегодня их роль особенно велика. Именно они остаются источниками самой оперативной и достоверной информации. От ее качества в современном мире зависит очень многое. Ведь, как известно, кто владеет информацией, тот владеет и миром. Медиахолдинг Тверской проспект уже более четверти века один из основных источников новостей для жителей Тверской области. Заслуженной наградой за значительный вклад в развитие средств массовой информации был награжден председатель совета директоров медиахолдинга Тверской проспект Игорь Ялышев. Медалью Министерства чрезвычайных ситуаций России за безупречную службу был награжден Кирилл Кадис, начальник 72-й пожарно-спасательной части первого отряда федеральной противопожарной службы. Как рассказал Кирилл Юрьевич, стать пожарным решил в 11-м классе, когда в школу пришли сотрудники МЧС и рассказали о своей работе. И вот уже 16 лет он работает по профессии. Каждый день он особенный. Тут вот сейчас Калининский район, больше всего выездов, если сравнивать со всей областью, и все выезды разные, спасение, тушение, помощь людям. В этот же день тверским школьникам вручили их первые паспорта граждан Российской Федерации.